Девушки отдыхают Длинная белоснежная борода, красный нос и посох. К ребятам выходит главный новогодний волшебник – Дедушка Мороз. Из Великого Устяга он выехал еще в октябре, объехал более 70 городов и наконец добрался до Самары. Вместе с ним сказочная свита, любимая внучка Снегурочка и символы наступающего года – крольчата. Ой, друзья, Самара принимает самыми теплыми улыбками и глазами ребят, нам очень понравилось. А еще друзья, Дедушке Морозу подарили настоящую космическую еду, вот это да, будет интересно потом посмотреть. Первая часть представления проходит на улице. Для ребят приготовили песни, танцы и различные забавы. Некоторым удалось пожать руку новогоднему волшебнику и даже передать письмо с пожеланием новых игрушек и конфет. Если с конвертами пришли не все, то песни и стихи наготове к такой встрече у каждого ребенка. Летит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая, дорогу бурную легко проносится, не быть лазурную на землю просится. И пока одни развлекаются на свежем воздухе, счастливчики, чьи родители успели приобрести билет на поезд, отправляются в путешествие по сказкам. Ближе знакомятся с командой Деда Мороза и проходят ряд испытаний. К примеру, на смекалку. Белки в нем живут и волки, в нем растут тубы и елки, высочайны до небес. Это что, ребята? Лет! Всего в поезде 19 вагонов. Для игр и квестов – ресторан, лавка с сувенирами и, главное, передвижная приемная Деда Мороза. За рассказанные стихи ребятам – новогодний подарок. У новогоднего поезда очень плотное расписание. Вплоть до 15 января Дед Мороз будет колесить по всей России без выходных. Все для того, чтобы объехать как можно больше городов и поздравить детей и взрослых с Новым годом. Ксения Баканова, События.